23 мая приехали рабочие убирать. Они меня позвали. Говорят, как он у вас стоит? Пальцем его трогаешь, и он шатался в разные стороны. По словам Аллы Игоревны, тополь несколько лет грозила обрушиться на кого-нибудь из прохожих. Оставленную в прошлом году заявку, наконец, исполнили. Но, по словам женщины, в их дворе на Кольцевой деревья уже заждались пилы. Вон угол стоит тополь. В том году он сам упал. Дай бог, что, как бы говорится, никого не повредил. Потом там еще где-то что-то упало. Ну, как бы то, что падает само, то падает. И потом долго просит, чтобы пришли, убрали. Зелень – это, конечно, хорошо, говорит Алла Игоревна. Но люди просто устали ходить, задрав голову, словно ожидая команды «воздух». Страх людей за свою жизнь вполне обоснован. Во время последнего сильного ветра на подвалы упала вот эта массивная ветка. Она разбила крышку одного из погребов. К счастью, в этот раз обошлось без человеческих жертв. Есть и те, кто в этом вопросе по другую сторону баррикады. В этом дворе на Гладково под пилу топор и ножницы попали даже кустарники. Теперь местные сравнивают стволы древесные с пушечными. Все равно, когда приятнее, когда это как-то с ветками, красиво, с листиками. Сейчас, тем более, весна. А тут что-то понасрубили, понасрубили. Одни палки остались. К сожалению, разрешить этот спор можно только победой одной стороны. Актив дома обращается в управляющую компанию. Дальше все решает мнение большинства. Обрезка деревьев, она четко по требованиям. Потому что специалисты смотрят, чтобы дерево оставалось жизнеспособным, чтобы оно на следующий год не погибло, чтобы оно не пострадало. То есть есть определенные требования, сколько, чего и в каком объеме снимается с дерева. Бывает так, что жители, некоторые, например, не знают, что у них соседи подали заявку на обрезку, принесли протокол. Ну то есть здесь действует жилищное законодательство. Во большинстве голосов, если решено провести обрезку деревьев за счет средств текущего ремонта, то тогда управляющая компания проводит эту работу. Есть еще вариант, когда древо преткновения, хоть и расположено во дворе, но находится на муниципальной земле. В таком случае в администрации сами решат, что делать с насаждениями. Хотя, конечно, жалобы людей тут тоже идут в расчет. Укорачивать деревья же можно только, когда они спят. В наших широтах это с октября по апрель. Так что сейчас у людей есть время решить для себя, какие насаждения им мешают и нужно ли что-то с ними делать. А заодно выяснить, может, кто из соседей успел раньше вас. Сергей Сеславин, Алексей Гусев. Енисей. Новости.